МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главное, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Проблемы и перспективы. Премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас посетил Светлогорские ЦКК. От частного к общему в Гомеле создается комплексная система оказания медицинской, социальной и психологической помощи людям с заболеваниями позвоночника. Очередной шаг – открытие в областной больнице 2-й операционной нейрохирургического отделения. Как отходы превращаются в доходы и каковы перспективы развития этого дела в нашем регионе? Большое интервью заместителя директора предприятия «Спецкоммунтранс» Александра Никонова. Все подробности этих и других событий в ближайшие 26 минут. Премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас с рабочей поездкой посетил Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат. Он побывал на новом производстве сульфатной беленой целлюлозы и дал свою оценку положению дел на предприятии. Производство сульфатной беленой целлюлозы – один из крупнейших проектов, реализуемых в настоящее время в Беларуси. Сейчас предприятие работает в опытно-промышленном режиме. К сожалению, пока не удается договориться с китайским генподрядчиком, чтобы он в соответствии со своими контрактными обязательствами вводил завод в эксплуатацию. Поэтому белорусская сторона делает это своими силами. Коллектив комбината получил необходимый опыт. Предприятие работает на 60% от производственной мощности. Задача, поставленная президентом Александром Лукашенко, о запуске завода в четвертом квартале этого года, будет выполнена. Но, учитывая нестандартную ситуацию, руководство Светлогорского ЦКК и концерна «Беллесбумпром» поставили перед правительством несколько вопросов, в решении которых ожидают помощи и поддержки. И это логично, ведь полноценный запуск производства – общая задача, в том числе и белорусского правительства. Что касается денежной помощи, то предприятие обратилось, чтобы в текущем году, в 2019-м, погашение долга перед «Эксимбанком» Китая производило не предприятие, а Министерство финансов. С 2020 года денежные потоки позволяют предприятию самому обслуживать кредит. Учитывая, что срок ввода завода в эксплуатацию затянулся, мы с пониманием относимся к этому, и на один год предприятию будет принято решение о представлении отсрочки. Для нас сегодня важно, чтобы это крупное предприятие работало и обеспечивало выручки в страну более 300 миллионов долларов по году. В Гомельской области проанализированы причины роста цен на возводимое жилье. Основные из них были озвучены в ходе республиканского семинара по вопросам жилищного строительства. Подробнее об этом, а также о других важных событиях этой недели – далее в обзоре от службы информации. В Гомеле прошло заседание Межбанковского валютного совета Центральных банков Беларуси и России. Совет существует на протяжении 20 лет. За это время рассмотрено около 300 вопросов самой разной направленности в банковской и финансовой сферах. Как отмечают специалисты, подобные встречи являются эффективной дискуссионной площадкой. Диалог между собеседниками получается живым и энергичным. И, как итог, стороны всегда приходят к решению, которое устраивает всех. К слову, прошедшее заседание – юбилейное, 50-е по счету. Рассмотрены итоги работы банковских систем Беларуси и России. Двухсторонний платежный баланс и платежный баланс союзного государства за 2018 год. Развитие инвестиционного сотрудничества. В Гомельской области проанализированы причины роста цен на возводимое жилье. Основные из них были озвучены в ходе республиканского семинара по вопросам жилищного строительства. За последний год стоимость дизельного топлива увеличилась на 28%, а строительных материалов – до 25%. При рентабельности Гомельского домостроительного комбината – в 2%. Рост цен – также одна из причин того, что работы на значительной части домов, которые население возводит за собственный счет, ведутся медленно. Правда, есть еще одна возможность стать владельцем жилья. Только в Гомельской области насчитывается более 2000 сооружений, которые не используются. В правительстве обещают, в случае его приобретения государство окажет помощь. В Гомеле прошел республиканский семинар, посвященный вопросам сбора и переработки твердых бытовых отходов. По сравнению с 2015 годом объемы сбора бумаги выросли на 108%, полимерных материалов – более чем на 120%. Согласно национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами, в хозяйственный оборот необходимо вовлекать до четверти отходов. В 2030-м эта цифра увеличится до 40%. А поэтому необходимо не только создавать для этого условия, но и проводить разъяснительную работу с населением. И в продолжение темы. В среднем в год в Гомельской области образуется около 400 тысяч тонн отходов потребления. Со временем тысячи превращаются в миллионный тонн и целые небоскребы мусора. И это не только вопрос экологической безопасности. Речь об экономике и сырьевом обеспечении предприятий региона, которые все еще вынуждены закупать вторресурсы за границей. Из отходов в доходы. Об этом интервью с заместителем директора предприятия «Спецкоммунтранс» Александром Никоновым. В начале к статистике. Только за 2017 год в Гомеле образовалось около 170 тысяч тонн отходов потребления. В Гомельской области около 400 тысяч тонн. Александр Анатольевич, а как по-вашему, много это или мало, насколько эти цифры являются проблемными для региона, ну и конечно в масштабах страны? Ну с учетом ежегодного увеличения отходов потребления, так как развивается и промышленность развивается и растет благосостояние людей, растут и жилые массивы в городе Гомель. Представьте, если будут такие же темпы, насколько возрастет количество отходов потребления. То есть какой нужен полигон, чтобы охватить такие объемы? Мусора меньше не станет однозначно. Эти тысячи тонн, о которых я говорил выше, год за годом превращаются в миллионы тонн. И целые небоскребы мусора под Гомелем. Сейчас говорю о полигоне по реческой трассе, который заметен невооруженным взглядом. Какова судьба этого отрезка вблизи областного центра? Этот полигон эксплуатируется уже более 50 лет. Представьте, какие объемы уже на этом полигоне. Поэтому мы иногда и сравниваем этот полигон с кимзаводскими отходами. То есть по уровню высоты они уже достигли, даже выше стали, наверное. И представьте, если развитие дальнейшее будет, то есть полигон себя этот исчерпал. Какова перспектива? Перспектива в городе Гомелье построить региональный центр по обращению с отходами, который в своем составе будет содержать как сортировочные линии, так полигон, так и переработку отходов, которые мы уже здесь производим в городе Гомелье. Какие задачи сможет решить тот самый новый завод, о котором вы говорите? Ну, во-первых, первая задача, как для регионального центра, это ликвидация в регионах мини-полигонов. То есть отсутствие станции и полигонов в регионах. Все отходы будут свозиться на региональный центр. То есть это экологическая направленность этого регионального центра. Вторая задача, это экономическая, это максимально извлечь вторично-материальных ресурсов из этого состава. То, что мы уже практикой наработали. Максимально переработать самим. То есть это и вопросы сырьевого голода, которые тоже сегодня достаточно актуально звучат. Вообще, как научились мы за эти десятилетия работать с отходами? Какой опыт сегодня есть у спецкоммунтранс? Он достаточно уникален даже в масштабах страны? Ну, сегодня вот мы говорим о отходах макулатуры, да? Так говорится, бумага, картон. На сегодняшний день завод сортирует ее по семи маркам макулатуры. То есть семь видов макулатуры. Поставляется разным переработчикам в зависимости от того, что перерабатывающая организация выполняет или выпускает. Так, семь марок макулатуры. А мы это подразумеваем, это большой какой-то объем бумажной массы. Но завод ее делит на семь марок. То есть если брать отходы из стекла тарного, то они сегодня на два завода поставляются. Это Гродно и Гомель. Это полный цикл от сбора до переработки и второй жизни в чершневому мусору? Ну, вот уникальность именно в том, что мы научились из тяжелых полимерных отходов делать готовые изделия. Вот в этом уникальность. То, что мы отобрали, рассортировали, сами переработали, выпустили готовую продукцию, которая обратно идет в обратный обиход. И тоже население начинает их использовать, и предприятия, и население. Пока Гомельская область научилась вовлекать в повторное использование около 25-28% вторичных ресурсов. Это много или мало? Ну, мое мнение как специалиста это мало. Да, поскольку наш завод уже вовлекает в оборот до 60%. Поэтому вот и вывод строительства регионального центра, потому что зачем в регионах этому учить, если мы уже здесь имеем опыт, практику наработаем. Передовой опыт, за которым приезжают учиться со всех регионов? Да, не только с регионов, с наших приезжает и Москва, и Россия приезжает, поскольку у них только пошло с этого года экологическое законодательство. О том самом передовом опыте в 2007-м в Гомеле появился на тот момент первый в стране экспериментально-сортировочный биомеханический завод. Какие задачи он тогда выполнял, и что сегодня? Тут тогда задачей ставилось сделать морфологические составы разных видов отходов. То есть большинство поступало смешанных отходов, не было практики раздельного сбора, то есть пытались из общей массы отходов что-то извлечь. Потом, как оказалось, сделали выводы, что все-таки надо идти по раздельному сбору, по чистым видам вторично-материальных ресурсов, поскольку и экономикой, и переработчику нужно поставлять качественные продукты. Поэтому с 2007 года много что изменилось на заводе. Что сегодня производите из вчерашних отходов? Ну, одним из основных видов – это полимер-песчаная продукция, это канализационные кольца, люки, плитка тротуарная, полимер-песчаная, бордюры. На сегодняшний день будем выпускать с этого года – это квадратные люки для выкладки на тротуарах. Покупатели не смущают, что еще вчера это было на свалке? Изучавший опыт европейских стран, там, наоборот, приветствуется, когда из отходов по створной изделия. Там Европа немножко, они отхуносятся, давно уже к этому привыкли, поэтому они только… Зеленая экономика в действии? Зеленая экономика в действии, совершенно верно. Когда на этой продукции ставишь кольцо, что это из вторичных ресурсов сделано. То есть люди достаточно нормально к этому относятся. То есть, подводя черту в нашем разговоре, вместе с технической модернизацией нужно думать о менталитете человека и его мотивированности? Ну, конечно. Нужно людей приучать к тому, что изделие из повторных отходов, оно, во-первых, дешевле. Во-вторых, это все-таки отходы те, которые они выбросили. Человек уже видит, что это из его отходов вы сделали такое изделие. Спасибо большое. Повод задуматься. До встречи в эфире. Спасибо. В Гомеле создается комплексная система оказания медицинской, социальной и психологической помощи людям с заболеваниями позвоночника. Очередным шагом в этом направлении стало открытие в областной больнице 2-й операционной нейрохирургического отделения. Это позволит практически вдвое увеличить количество операций, проводимых на современном мировом уровне. Первые, не самые сложные операции на позвоночнике в Гомельской областной клинической больнице проводили еще в 80-х годах прошлого века. Однако специализированное отделение здесь открылось только в 2015-м. При этом тогда все понимали, медицинская помощь должна оказываться на самом высоком уровне. Для оснащения операционной направили почти 750 тысяч долларов, в том числе из областного бюджета. Еще один вопрос, который пришлось оперативно решать, подготовка кадров соответствующей квалификации. Специальность пока не выделена в отдельном направлении, но она требует очень серьезной подготовки. Все врачи, работающие в нашем отделении, имеют как минимум две специальности. Это травматолог-ортопед и нейрохирург. Они проходят специальную подготовку в городе Минске, но определенным технологиям они обучаются уже здесь, потому что не все, что выполняется в нашем операционном, имеется возможность выполнить даже в Минске. Некоторым технологиям приходилось учиться ездить за рубеж. Сегодня операции на позвоночнике с использованием высокотехнологичного оборудования в Беларуси проводятся только в Минске и Гомеле. Причем открытие второй операционной позволит практически вдвое увеличить количество хирургических вмешательств, проводимых на современном мировом уровне. Совсем недавно мы получили, был закуплен еще и операционный микроскоп. Это аппарат, который позволяет совершенно по-другому выполнять практически все операции, которые выполняются в нашей операционной. Он ускоряет эту операцию, он уменьшает доступ, позволяет снизить кровопотерю. Открытие второй операционной нейрохирургического отделения областной больницы позволило реализовать проект, не имеющий аналогов Беларуси. Гомельская область сегодня единственный регион страны, где создается комплексная система. От медицинской до социальной и по возможности трудовой реабилитации людей, перенесших тяжелые травмы на позвоночнике. Здесь и прохождение восстановительного курса в областном госпитале ветеранов, где для больных созданы соответствующие условия, и организация их восстановления в санатории Приднепровский Рогачевского района. При этом для более эффективной реализации этого проекта в Гомельской области привлекли людей, имеющих практический опыт реабилитации, членов областного общественного объединения «Инвалиды-спинальники». В области ведется постоянная работа по укреплению и налаживанию системы реабилитации. Ранней, поздней реабилитации, медицинской, социальной реабилитации, психологической реабилитации таких людей. Вот это тут вот в партнерстве и с медиками, и с социальными службами, и общественные объединения должны вот свое слово в этом сказать и делать дело. Олег Сентюров, Анастасия Кучинская, Евгений Макеенко. Новости недели. Всего две недели осталось до завершения учебного года 2018-2019, а вместе с тем и до начала вступительной кампании. В этом году в регионе школу заканчивают 8241 классников. Перед выбором дальнейшего пути стоят также свыше 13 тысяч 9-ти классников. Как школьники готовятся к вступлению в новую жизнь и смене статуса на абитуриента, расскажет Евгения Кухаронок. 30 мая в стране прозвучат последние звонки. Многие школьники отправятся на каникулы, но только не выпускники. Буквально на следующий день эти ребята обретут новый статус – абитуриент. Те, кто заканчивает 9-е классы, имеют возможность поступить в гимназии, лицеи, гомельское кадетское училище и среднее специальное учебное заведение региона. Для этого необходимо пройти вступительное испытание или сдать экзамены. Все зависит от выбранного учреждения образования. Можно также продолжить учебу на третьей ступени обучения в родных школах и гимназиях. Интересно отметить, что сегодня и у 11-ти классников возрос спрос на рабочие специальности. Выбор в пользу колледжей уже не редкость. Однако все-таки подавляющее большинство пытается поступить в вузы. С детства самого уверена, что я буду врачом. Это наше, так сказать, семейное дело. У меня родители, бабушки, дедушки – все врачи. И как-то, когда мы выбирали школу, мы были практически уверены, что мы пойдем в 21-ю, потому что здесь есть химико-биологический профиль, медицинская практика. И я целенаправленно шла к этой профессии. Сейчас самая горячая пора подготовки к централизованному тестированию. Выпускники с головой окунаются в учебу, однако утверждают, что делают это с удовольствием. Понимают, как цены знания, особенно на пути к мечте. Подготовка к ЦТ идет очень уверенно. Конечно же, многие выбирают репетиторов, но я занимаюсь без репетиторов, как-то стараюсь все втянуть сам. Учусь, 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 книжки и учителя. Я буду железнодорожником, буду водить поезда. Последние два месяца до экзаменов у меня все свободное время расписано. Это уроки, занятия с репетиторами, дополнительные занятия в школе. Также не забывать про физическую подготовку, ходить в зал, потому что также нужно будет давать нормативы. Буду поступать в Могилевский институт Министерства внутренних дел. Вот такие они целеустремленные сегодняшние школьники, завтрашние абитуриенты, а там и до студенчества рукой подать. Все станет ясно после централизованного тестирования. А вот поступление в учебное заведение выпускников детских садов будет осуществляться без всяких испытаний. Будущих первоклашек ждут в школах и гимназиях по месту жительства. Правила приема сегодня очень простые. Там, где учащийся живет, он закреплен за школой, за гимназией. И в соответствии с порядком поступления в общепрозывательное учреждение подают заявление в июне месяце, с 12 июня родители по месту жительства. Если в гимназиях, закрепленных за микрорайонами, есть свободные места, то на эти свободные места могут рассчитывать и другие жители других микрорайонов в порядке очередности поданных заявлений. Никаких вступительных испытаний, никаких тестов, экзаменов, проверок в первые классы не будет и не должно быть. Планируется, что первоклассниками в этом году станет около 17 тысяч детей. В Главное управление образования Гумельского облсполкома также часто поступают звонки от обеспокоенных родителей четвероклассников. Вопросы касаются правил зачисления детей в пятый класс гимназии. Даже несмотря на то, что ребенок, который поступал ранее, не относится к микрорайону, но учится в четвертом классе гимназии, он будет со своим классом переходить в пятый класс без всяких вступительных испытаний. Иногда родители задают вопрос, а что за контрольные работы пишут? Это обычные контрольные работы, которые пишутся по итогам учебного года, проверяются качества знаний за год. И это никак не связано с зачислением учащихся в гимназии четвертых классов в пятый класс. Вступительная кампания на самом деле непростой период, волнительный как для детей, так и для родителей. К нему достаточно долго готовиться, однако наступает момент, когда нужна лишь поддержка и вера в успех. Стоит прислушаться, может сейчас именно то самое время. Евгения Кухаронок, Игорь Морищенко. Новости недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Соединилось более 50 учреждений. Каждый год к этой дате они придумывают что-то новое, особенное и креативное. Чем удивляли в Гомеле, расскажет Анна Корольчук. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представьте, что только один раз в год музеи не закрываются по своему обычному расписанию, а готовят особую программу для посетителей и многие подробности держат в тайне. Все это ради ночи музеев. В этом году акция растянулась на два вечера и объединила сразу четыре культурных учреждения Гомеля. Картины галереи Гаврила Ващенко «Ночь музеев» прошла в формате Народного фестиваля искусств. К этой идее организаторов подтолкнуло большое количество желающих принять участие в проекте «Я художник, я так вижу». Арт-пикнику галереи объединил поклонников самого разного творчества. От изобразительного искусства до лозоплетения и вышивки. Для взрослых и детей мастера провели бесплатные мастер-классы. Например, Татьяна Борисова познакомила всех с акварельной техникой. Закрыли вечер концерт гомельских городских оркестров и колледжа искусств имени Соколовского. Так как в этом году КНР отмечает свое 70-летие, Музей истории города Гомеля посвятил свою акцию к культуре и традициям Китая и Беларуси. Гости увидели выставку фотографий Михаила Пеньевского путешествия по Китаю. Описание к снимкам сделала журналист Инесса Плескачевская, которая прожила в Китае 12 лет. Также она презентовала свою книгу о восточной стране. Для посетителей провели чайную церемонию и мастер-класс по каллиграфии. Поддержали атмосферу выступления Гомельской областной федерации УШУ. Белорусскую культуру в свою очередь представили город мастеров, показы одежды в национальных традициях и концерт этноколлективов. «Нам 20 лет, растем вместе с вами», – сказали в филиале Ветковского музея и предложили гостям народные песни и танцы. Здесь можно было услышать фольклорный коллектив «Столбунские вечерки», ансамбль бандуристов и ансамбль еврейской музыки, этно-рок-команду «Бан Джвирба» и многих других. В музее гости познакомились с процессом реставрации икон, занимались ткачеством и создавали древние рукописи. Кермаш Полюшуко представил ярмарку этносувениров, а мастера делились умениями на мастер-классах. Для маленьких посетителей также сделали творческую площадку. Самый грандиозный сюрприз накануне своего столетия подготовил музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Сразу 100 историй, рассказанных за одну ночь. Забавные, серьезные, загадочные, интригующие, они ждали посетителей в каждом зале. Так у пандуса дворца гостей встречали бронзовая и цветочная княгиня Ирины. В колонном зале посетители учили полонез, вальс, бачату и сальсу, а белую гостиную отдали поэтам и композиторам. В зале торжественных приемов преподаватели и студенты колледжа бытового обслуживания создавали феерию из локонов для всех желающих. Юные гомельчане охотились на диплодока, кормили тираннозавра и участвовали в боях без правил с динозаврами. Только в эту ночь свои двери распахнула башня дворца, а гостей пригласили поучаствовать в квесте «Запутанная история». Далее в обзоре киноафиша следующей недели. Сразу с шестью премьерами нас порадуют кинотеатры региона. Все показы стартуют 23 мая. Криминальный триллер «Красивый, плохой, злой» – это история Теда Банди, обаятельного и харизматичного мужчины, который оказался жестоким маньяком и убийцей. История основана на реальных событиях. В главных ролях – Зак Эфрон и Лили Коллинз. Попытку смешать в одном фильме супергероев и ужасы предприняли создатели ленты «Гори, гори ясно». По сюжету супружеская пара находит и берет на воспитание младенца с другой планеты. Однако с возрастом способности пришельца становятся опасными. Приключенческая фэнтези «Аладдин» порадует как детей, так и взрослых. Ремейком легендарной анимационной ленты занимался не менее знаменитый режиссер Гай Ричи. Самых юных зрителей ждет мультфильм «Веселая ферма», который расскажет про молодую корову Клару, отчаянно мечтающую стать звездой, несмотря ни на что. Завершают в список премьер сразу две французские комедии «Плейбой под прикрытием» и «Суперзять». Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Павел Антонов. Материал подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok